натяжитель сом вот он натяжитель сом мотоцикл honda ciber 1000 rr и далее здесь доступ к этому натяжителю очень ограничен что отсюда в общем когда у нас все собрано отсюда вот доступ мы убираем подходим сюда здесь у нас проводка и прочее опять здесь же так подлезть никак прям практически вот только вот здесь вот все это шестигранником суда ты не подлезешь вот можно только боковыми то пол оборота будет и все вы да дальше вы не сможете переставить его потому что не хватает места для этого нам нужно изготовить ключик ключик изготавливается таким образом берется шестигранник отрезается здесь концы маленечко вот так вот закругляются как бы ступливается чуть-чуть это для удобства чтобы у нас вставлять его туда дальше берется клей и берется вот такая вот трубочка это трубочка ну например вот отсюда где вот идут на разряжение вот такие вот силиконовые трубочки ребят это вот у меня ну просто осталось еще хорошие силиконовые трубочки как мы делаем ключ берется этот кусочек шестигранника и суда одевается вот эта трубочка где-то на сантиметр и надо садить вот в принципе все ребята садили на сантиметр дальше смотрим все тут это чтобы ну просто чтобы не не выпало потому что со временем эта трубочка резиновая потеряет свои свойства шестигранник может потеряться дальше ребята все она у нас готова вот вот такой вот ключик мы идем по мотоциклу видим у нас здесь вот это вот место вот и вот так туда вставляем двумя руками конечно все ребятки двумя руками вставлю по-быстрому а то блин не могу одной рукой вставить реально места мало реально все вставили и далее смотрим и вот так вот ребят регулируем все он у нас крутится закручиваем его без проблем вот такой вот ключик ключик вытаскивается вот легко все вот элементарный ключ для регулировки натяжителя цепи грэм механического натяжитель сон вот этот вот натяжитель это ребята тоже вот этот вот хондовский он в принципе хороший рабочий да вот этот натяжитель я на него не жаловался вообще но просто почему я поставил вот этот вот сон по одной простой причине то что ребята посмотрите какой вылет от головки блока цилиндров вот такой вот вылет его не вообще не удобно регулировать очень неудобно регулировать вообще просто место вообще нет он упирается в почти что вот сюда вот в раму упирается я просто не могу ничего сделать это мне вот например проверить натяжку цепи это мне нужно разбирать откидывать бак и только тогда я подлезу а здесь я просто смогу взять ключик вставить и подрегулировать без проблем чего такой ребята ключик очень удобный так что кому интересно делайте тоже такие вещи но этот натяжитель он рабочий его просто оставлю или может продам кому не знаю он не принципе в принципе не нужен хотел поставить родные вот эти вот болтики но они слишком длинные поэтому поставил которые шли в комплекте и на них тоже отдел медные шайбочки вот с этих есть ушли медные шайбочки в общем так ребят интересно подписывайтесь на мой канал там вот как раз таки есть стрим как я устанавливаю этот натяжитель натяжитель установленный вообще какой компактный натяжитель и вообще прям очень такой вообще вещь вещь удобненький ручка газа такая мягкая стала вообще прям ребят бесшумные прикиньте вообще прям ништяк кайф новые тросики здесь все отрегулировано все вот эти вот плунжеры отполированы смазаны в общем все ништяк все по кайфу расширительный элемент я тоже перебрал смазал там очень все по кайфу потом еще что ребят по системе охлаждения поставил вот сюда вот патрубок резиновый родной в хорошем состоянии в принципе они все в хорошем состоянии но у некоторых вот где вот затягивали хомутом они уже сплющились вот эти вот места когда их обрезаешь уже не хватает чтобы он посадился нормально вернее сел и по этому поводу я купил вот такие вот шланги силиконовые это вот на 6 диаметр шестерочка допустим одевается вот сюда вот садится вообще идеально смотреть вообще идеально садится вот например вот этот шланг вот этого да он стоит 700 рублей вот этот основная в общем по цене цене у меня все вышло короче рубасик по моему с чем-то вот эти вот шлангов на рубас чем-то три всего лишь ванчика вот этот вот идет у меня вот сюда на помпа будет идти тоже садится очень плотно вот сюда вот силиконовые хорошие ребята настоящий силикон вообще прям мягкий как бы фирма занимается резинотехническими изделиями в общем такие вот они очень хорошие держат 10 бар потом еще чем купил короче антифриз синтек пятеру взял пятерых и сюда и 3 трешка заливается там с чем-то взял пятеру блин пусть будет что старый не буду заливать который уже здесь был я залью сюда новый соответственно все ребятки вот такие блин вот а будни вот выходит разъемчик на топливный бак здесь трех пиновый в общем один пин идет на плюс 2 минус и третий на датчик уровня топлива как там датчик такой как бы его не назовешь датчиком там просто стоит элементик я думаю кто разбирал понимает о чем я не поплавка ничего нет вопрос как как конденсатор такой стоит вот и еще дополнительно я вот сюда поставил тоже лампа уровня топлива здесь у меня будет гореть потому что это она что-то работала то не работала но возможно еще почему она не работала когда я соединял приборку все вот эти вот контакты в этом разъеме их там очень много они я их каждый снял почистил и вообще они там прям были некоторые были окисленные вот я думаю что то что проблема уйдет но все равно дополнительный мне как бы будет спокойней душе спокойней будет мне когда вот я увижу что он будет гореть именно красным не синеньким а вот именно красным я буду видеть то что да это все надо заправиться блин надо заправочку искать очень все ребятки сейчас буду заниматься радиатором надо выпрямить каждый соту